Смотр у этого эпизода, как классно он зарядил в дальний угол, вот подхватывает мяч Газиев, несколько секунд ему потребовалось для обработки снаряда, ну и Зернаев, конечно, недовольный, пихает своим защитником, его можно безусловно понять. Ну что же, пятая минута встречи, Родина 1, Знамя Труда 0, и гол красавица Азиза Газиева только что мы с вами увидели, вроде как Знамя Труда по-хозяйски, классно, интересно, этот матч стартовало, но первая же атака Родины, первый небольшой провал, да даже провалом-то сложно назвать, в общем-то, игру в обороне команды Знамя Труда. Да, вовремя не накрыли они Газиева, дали ему свободное время, свободное пространство, но таких футболистов, как Газиев, конечно же, одних нельзя на подступах к штрафной площади оставлять, это может быть чревато, вот, например, такими моментами, которые мы с вами увидели минутой ранее. Ну и прессингует Родина. Давайте посмотрим, что же из этого может получиться, один-единственный здесь футболист Знамя Труда, как будто бы не на своей половине. В поле сейчас играет защитник красно-белой команды, но вот выходит у хозяев из подпрессинга выйти, что же здесь по левому флангу, ну, очень большое скопление игроков Родины, как бы не навязывал борьбу. Сейчас Александр Болдырев очень был хорошим с левого фланга, но не получилось прорваться, ну, справедливости ради, там, наверное, только Леонель Мисси вокруг стольких футболистов защиты мог бы что-нибудь придумать. Ну, вот, не очень удачное действие сейчас у Антона Битюжнова, и, я думаю, мы еще раз с вами, конечно же, повтор посмотрим взятие ворот, потому что этим можно наслаждаться бесконечно. Вот, Газеев мяч принимает, было у него и время подумать, прицениться, и 45-й номер, да, конечно же, следует отметить эту прекрасную передачу. Боже, какая пушка у Газеева. И, безусловно, стоит отметить передачу Максима Пичугина, увидел он свободного партнера. Ну, в общем-то, здесь как по учебнику разыграл Пичугин, но ничего не придумывал, и удар ли будет у знамени труда с левой ноги, 97-й номер. Удар, гол, какая красота! 7 минут мы с вами не сыграли, как счет 1-1. Шубин сравнивает практически стримглав, 2 минуты с небольшим прошло, и радуется Вячеслав Луговкин. Крупным планом нам только что его показали, забыли мы назвать тренера Родины М. Это Игорь Рябов, и показывает сердечко сейчас Шубин. Своевозлюбленный, возможно, которая сейчас наблюдает с трибуны. Этот гол красавец. Шубин здесь немножко завозился, казалось бы, уже потерял он позицию, но нет. Выкрутился, перед ним была четверка защитников Родины, вот и пятый подбегает. Смотрите, в штангу мяч попадает, да, ну и прыгнул, и нырнул здесь Владислав Зернаев. Сложно его в чем-то винить между Шубиным и Зернаевым. Сколько, ой, прошу прощения, Максим Швагерев, конечно же, просто обомлел от развития событий в этом матче, признаться честно. Вот между Шубиным и Швагеревым сколько было народу-то, и расстояние было очень и очень маленьким. Просто не разглядел он, наверное, момент удара, не разглядел то, в какой угол будет Александр бить. И, ну, нельзя сказать, что поздно среагировал, так-то угол он перекрывал, но буквально мяч юркнул перед ним и нырнул под штангу за, наверное, долю секунды. Ну, вот здесь надежно играет Максим. От греха подальше, как говорится, вперед мяч отправляет здесь Самуэль. Самуэль мяч-то сохранил, смотрите-ка, для своей команды передача вперед от знамени. Не нашла адресат, к сожалению, хотя свободного пространства впереди было немало. И следует заброс, 21-й номер с мячом Кожин. Обезоруживают Кожина, подбегает сразу же на помощь Арсений Хорин. Ну и мяч-то сохраняет для своей команды Владислав Лепехин. Бросать не будет, оставят своему партнеру. Алан Агаев не торопится. Ищет он открытых игроков. Возможно, Агаев сейчас будет бросать штрафную, но если арбитр, конечно, не попросит его отойти к месту выхода мяча из игры, потому что так уверенно прошагал Агаев. Метров, ну, метров пять-то, наверное, он прошел с мячом. Нет, все-таки попросил Егора Егоров Агаева вернуться. Здесь, да, сложновато, наверное, до штрафной добросить, если ты не Роберто Кэрлос, конечно. Трунтаев, казалось бы, сначала ошибся, но нет, смотрите, есть слева продолжение. Следует мяч назад, чтобы, не дай бог, не обрезать. Но, как выяснилось, что и в такой ситуации обрезать вполне реально. Чуть-чуть было, дело до этого не дошло. Ну и Максим Костяев. Такая свеча в район центрального круга сейчас направилась в надежде пободаться там, побороться. Ну, Родина, смотрите, мяч себе забирает, и атака будет следователем левым флангом. Очень неудачная передача в исполнении гостей. Забирает легко, знамя труда, этот мяч. И здесь развернуться бы с мячом вот так вот красиво. За футболочку здесь придержали, безусловно, Романа Урхова. Апеллирует Урхов Карбитро. Ну, продемонстрировал, да, и технику, и владение собственным корпусом. Ну, Егоров действительно, такие малейшие нарушения не будет давать желтых карточек. И еще раз повтор атаки, в которой Шубин забивал. Да, вот в этом эпизоде казалось, что споткнулся уже, потерял позицию, но нет. Какой же точнейший выстрел. И тоже, кстати говоря, из-за пределов штрафной площади. Два мяча за 7 минут и за штрафной. Вот это, конечно, заявочка на остальные, на интересные остальные 80 минут встречи. Да, прошло всего лишь навсего 11. Одна девятая. Часть заключительного, напоминаю, десятого тура второй лиги по футболу. Будет, ждет нас. Большой перерыв. Ждет нас реформа второй лиги очередная. Признаться честно, когда я ознакомливался перед началом сезона с форматом Кубка России по футболу, я даже представить не мог, что сделают еще что-то более мудреное. Но вот чиновники Эверфейс приложили усилия и создали новый. Досели невиданный. Формат второй лиги. Если говорить вкратце, то команды разобьются на два дивизиона. В дивизионе А будет две группы. Это золотая и серебряная. Сейчас давайте мы посмотрим за игрой. Потому что еще один удар будет ли из-за пределов штрафной площади? Почему-то не стал сейчас самостоятельно Азиз Газиев бить практически плюс-минус из той же точки, откуда в дальний угол ворот. Зернаева мяч от него залетел. Решил он поделиться с партнером. А вот партнер-то и не прочитал. Это Егор Сайгушев был, насколько я понимаю. Партнер-то и не прочитал задумку Азиза Газиева. Но, возможно, он там контролировал положение вне игры. Так, на полусогнутых ногах находился футболист Родины. Поэтому вполне реально, что Газиев-то отправлял в забег своего напарника по команде. В заведомо неудачной, скажем так. И еще один удар из-за штрафной. Арсений Хорин в этот раз попытал удачи. Но, в отличие от Газиева, ее не нашел. Ну и возвращаясь к формату грядущего сезона, Вячеслав Луговкин крупным планом. К формату грядущего сезона второй лиги, да, Разделятся команды на, грубо говоря, две группы. Да, в первой из них будет золотая подгруппа и серебряная. В золотую подгруппу попадут выбывшие команды из первой лиги. А также лучшие коллективы из второй лиги, Которые сражались в группах на повышение. По 10 команд будет в золотой и серебряной группе. Остальная, скажем так, да, часть команд будет выступать в четырех группах, Которые будут вмещать большее количество коллективов. Но они, в свою очередь, бороться за попадание в первую лигу не будут. Они будут сначала бороться за попадание в серебро и золото второй лиги, А уже оттуда стремиться в первую и вторую по значимости футбольную лигу нашей страны. Но это если так вкратце, да, если полностью рассказывать о всех хитростенях и форматах, Боюсь, нам не хватит целого матча, поэтому предлагаю сосредоточить свое внимание На матче «Знамя труда» и «Родина М». Но не сказать тоже, признаться честно, я не мог. Для тех, кто не знал, может быть, просветил. Если интересует, то рекомендую на сайт второй лиги зайти и подробнее ознакомиться. Там действительно, скажем так, даже не с первого прочтения, Может быть, понятен весь формат, скажем так. Заброс вот так семенил легонько к нему 21 номер «Родины» Матвей Кожин. Понимал, что, наверное, уже и не догонят, и, возможно, еще и в положении вне игры находился. Но вот эти два события заставили его лишний раз силы в матче не тратить. Понапрасно. Ну и смотрите, какая шикарная сейчас передача шла просто. Какое-то сумасшествие. Грудью принял игрок команды «Знамя труда» мяч. Если мне память, вернее, мне глаза не подводили, это Антон Битюжнов был. И так, не глядя, он во фланг, в правый, отправил в забег своего партнера. Да, я там защитник «Родины» подстраховал, но, тем не менее, это было очень и очень эффектно. Ну и ответ от гостевой команды. Правым флангом. Передача низом. Перехват от «Знамени». Ну и будет ли быстрый выход? Как будто «Знамя» достаточно хорошо подходит к центральной зоне, но вот потом какие-то проблемы у них случаются, и что сейчас будет? С мячом Сайгушев. Нарушение. Насколько я понимаю, так что показывает Егор Егоров. Разговаривает он с Миланей. Нет, не с Миланей. Миланя просто рядом. Арсений Хорин. Давайте, да, еще раз посмотрим. Что же здесь было? Ну, попадание в руку. Изначально. Ну и потом Сайгушев так еще за ладошку-то потрогал. Футболист команды «Знамя труда». Ну да ладно. Ничего страшного. Игра продолжается. Но если немножко поговорить об главном арбитре, о Егоре, Егорове, то отсудил он в этом сезоне 15 матчей второй лиги и два матча Кубка России. Кстати говоря, один из матчей команды «Знамя труда» он тоже обслуживал в этом сезоне. Так показалось, что опасный момент. Может быть, нет, пока что нет, пока можем порассуждать немного. И вот сейчас отбор. Какая красота. Ну, агрессивно действует. Пока навязывает борьбу Матвей Кожин на чужой половине. Да тут, в общем-то, и вся команда «Родины» не отступает. И Лепехин тоже на левом фланге пытается поджать противника. А вот здесь нарушение от «Знамени». Да, тоже немножко перестарался сейчас Битюжнов. И пытается Битюжнов объяснить арбитру, что не имел он злого умысла. А все для команды «Ради» он делал. Ну, как будто бы да. Как будто бы я бы мог согласиться с Антоном сейчас. Не то чтобы... Очень сильно он повлиял на падение футболиста «Родины». Но, тем не менее, эпизод за игром. Обслуживал Егор Егоров матч «Динамо-Вологда» «Знамя труда», который был сыгран еще аж летом, 27 августа. 1-0 тогда проиграла команда из Орехова-Зуева. И 9 желтых карточек тогда на 2 коллектива. Показал Егор Егоров. 4 футболистам «Знамени» и 5 динамовцам из «Вологда». А вообще, как мы уже сказали ранее, 15 игр во второй лиге. Два матча Кубка России тоже с участием команд второй лиги. В офсайде оказался сейчас игрок команды «Знамя труда». Игрок команды «Родины», конечно же, Максим Пичугин. 81 желтую карточку за 17 игр он показал. 2 дополнительно стали красными. То есть, в общем-то, можно сказать, 83 желтые карточки. И ни одной прямой красной карточки, что, в общем-то, я думаю, о многом говорит в контексте арбитра, что, в общем-то, лишний раз события он не форсирует, такую шашку не достает и не рубит. Почем зря, наверное, еще на этом может указать и количество пенальти, который назначил Егор Егоров. В 17 играх всего 3 пенальти. Если вспомнить, например, сколько пенальти назначено в этом сезоне в российской премьер-лиге, то там, я думаю, средний показатель будет, дай бог, чуть меньше пенальти на одну игру. Вообще в целом. В премьер-лиге. Пол пенальти за матч. Плюс-минус. Ну вот у Егорова, да, 3 пенальти за 17 игр. Меньше одного пенальти на 5 матча, если брать среднее арифметическое. Поэтому, наверное, в этом плане сегодня игрокам беспокоиться не о чем. Потому что может какая-то... В кавычках какой-то левый пенальти быть назначен. То есть в плане того, что арбитр не разобрался и просто указал на точку. Егор Егоров не из тех. Молодой, кстати говоря, арбитр. 30 лет ему всего. Обслуживал матча. Второй лиги, насколько мне известно. Да, это его пока что самый высокий уровень. Ну что ж. Уверенно идет Егор Егоров. И будем надеяться, что сегодня у него будет достаточно... Легкий. Матч для обслуживания. В самом начале встречи начали мы говорить о форме команд. Вот это ошибочка. Ничего себе. И удар. Гол будет ли? Нет. Подбор. А вот сейчас. Эх, чуть-чуть упустил мяч. Сейчас футболист Родины. Будет ли удар? Эх, неудачная передача. Родина сейчас себя буквально добыла. В чужой штрафной площади после розыгрыша. Удара от ворот. Отличный момент. И навес приходится за лицевую линию от ворот. Но сейчас будем смотреть и разбираться, где же Владислав Зернаев-то ошибся. А, Зернаев здесь ни при чем. Ничего себе. Это Малания, опытнейший. Футболист команды Знамя Труда. Самый опытный, наверное. Из всех тех, кто сейчас представлен на поле. 32 года. Осетинскому. Ой, прошу прощения. Абхазскому. Футболисту. Ну, вот такие ошибки-то от кого, от кого. А вот Диего Малания, я думаю, мало кто ожидал. Кстати говоря, недавно. Знамя Труда. Буквально на днях продлили с ним контракт. И видим мы, что Родина М, да, этой весной хуже всех реализует свои голевые моменты. 30 раз они их создали и всего лишь 7 голов забили. Ну да, результативность, признаться честно, этой весной уж точно ни конек, ни Родины, ни команды Знамя Труда. Об этом, кстати говоря, тоже мы поговорим обязательно. Давайте, наверное, о Диего Малании закончим, раз уж начали. Продлил он контракт с коллективом из Орехова-Зуева еще на год. Начинал он здесь и заниматься футболом. И еще один дальний удар. Божечки мои. Ну и у Владислава Зернаева сейчас, мне кажется, просто нервный срыв будет на своих защитников. Наверное, даже не защитников, а полузащитников. Азиз Газиев крупным планом опять нам представлен, потому что никто иной, как он, из той же точки лупит. И почему-то из раза в раз его не накрывают. Но хотелось бы еще раз посмотреть, разобраться, кто находился рядом. И почему вообще к Газиеву так мало внимания. К главному бомбардиру команды Родины М, если Родина весной 7 мячей забил, то вообще всего за сезон Газиев уже 7 забил. То есть тоже немало общей сложности. Заколотил. Столько же, сколько его команда за, ну, грубо говоря, полсезона. Ну и да, Маланья останется еще на год, смотрим. Момент с ударом. Ну вот то же самое, абсолютно все то же самое. Третий раз уже мы видим одно и то же за матч. Родина правым флангом проходит. Делает это Максим Пичугин. Пичугин отдает передачу на Азиева. И Азиев бьет с одной и той же точки, с угла штрафной площади по вороту. Почему Знайм Труда на это никоим образом не реагирует, я не могу понять. Представьте персонального ассистента, так сказать, да, как в вип-залах, в вип-ложах. К Азизу Газиеву все-таки семь мячей, можно сказать, заставляют обязать, да, такое сделать. Ну, тем более, что если одна и та же комбинация постоянно проворачивается у Родины, то, ну, не среагировать на нее невозможно. Ну, посмотрим, как Вячеслав Луговкин перестроит игру своей команды, потому что обязательно, как минимум, во взаимодействии с Газиевым, который безнаказанно абсолютно бьет по чужим воротам из-за штрафной, нужно что-то делать. Ну, а Вячеслав Луговкин, кстати говоря, продлил контракт до конца следующего сезона. Вместе с Диего Маланей. Так вот, на двоих они решили остаться в клубе. Естественно, предварительно получив соответствующее предложение от руководства команды Знамя Труда. Ну, действительно, Вячеслав Луговкин показал очень неплохой результат со своими подопечными в весенней части сезона. Всего лишь одно поражение от Санкт-Петербургского Динамо со счетом 2-1. Проиграли на выезде Орехово-Зуевцы. Пять ничейных, правда, результатов. Да, и такое было. И три победы. Две победы над Электроном и одна победа над Ядром. Неплохой отрезок и подопечные Игоря Рябовы весной показали. У них еще удар поворотом! Какая красота! Родина! Ну, сегодня пушка за пушкой залетает и показывает, как порхает. Иван Рыбаков в этой атаке. Все за голову просто хватаются. И Рыбаков просто как нож сквозь масло. Сквозь Владислава Зернаева этот мяч запустил. И вонзился он в сетку ворот. Знамя не труда. 2-1. 2-1. Ну и какой счастливый Рыбаков. Посмотрите вы на него. Семенит потихонечку возвращается. Назад Рыбаков. А вот и сам момент. Следует передача. Направо Рыбаков. Ну и ничего себе просто-напросто. Сколько он там метров-то на таком широком шаге прошел? Еще раз смотрим. И опять с правого фланга прилетает. Два мяча уже и несколько опаснейших атак. Справа в угла штрафной площади пришлось на ворота Владислава Зернаева. Безусловно как-то эту линию нужно укреплять сейчас. Вячеславу Луговкину и продолжает атаковать Родина. Номер 88-й. В борьбу с Маланией заходит. Но Малания на опыте. Малания сколько в первой лиге отыграл. Он такие вещи мимо себя не пропускает. И за Химки, и за Волгарь, и за текстильщик. И за Велес выступал в первой лиге. Диего Малания чего-чего на футбольного опыта ему не занимать. Обе руки вверху у подающего игрока Родины. Навес на вратарскую, на ближнюю штангу не состоялся. Однако снаряд все еще за гостевой командой. Здесь очень сложно будет что-то сделать. Забирают себе назад мяч игроки в красно-белой форме. И здесь немножко по ногам досталось 23-му номеру, насколько я понимаю. Антон Битюжнов оборонялся. Отошел чуточку назад. И еще раз этот шикарнейший выстрел Ропакова. Ну, чуть сетку не порвал. Ну, вместе с ним там и Трунтаев порхает. И еще парни. Молодцы. Большие молодцы. Но Знамя Труда, мне кажется, тоже своего последнего слова сегодня не сказала. Две команды с интересной весенней частью у Родины. Это три победы над Тверью. Динамо 2 и дублеры межторпеда. Четыре ничейных результата и два поражения. От Дзержинского Химика и от дублеров Динамо. Да, конечно, не максимум очков. Но, тем не менее, как по мне, вполне себе неплохие результаты, что у тех и у других. Поэтому что-то мне подсказывает, что Знамя Труда, учитывая характер встречи, да, учитывая то, что последний тур, он же и последний домашний матч в сезоне, еще до конца непонятно, разорилась ли Тверь или все-таки выступит в профессиональной лиге футбольной в будущем году. В любом случае нужно бороться. Но еще один дальний удар в этот раз в исполнении хозяев. Но здесь, скажем, прямо что рядом. Такой выстрел не стоял с футболистами Родины. Крупным планом нам демонстрировали сейчас Александра Иванова. Его попытка не увенчалась успехом, к сожалению, для болельщиков Знамени Труда. Низко разыгрывает Максим Швагирев. Тут как тут. Как голодные листы сейчас игроки Романды Знамя Труда. Нужно счет сравнивать. В прошлый раз у них это достаточно шустро получилось. Интересно, как будут дела обстоять после второго забитого Родины мяча, после второго раза, когда гостевая команда вышла вперед в этом поединке. Отличный перехват. Это номер 88. Лазарев отдает налево. И как же неудачно делает пас. Он в середине поля. Сайгушев. Сам пойдет Сайгушев. Нет, под него подкатываются. Делает это как раз таки Александр Иванов. И нарушение правил. Кстати, нарушений достаточно мало. Но в нашем поединке, дай бог, там по полтора раза каждая команда сфалила сегодня. Еще одна опаснейшая атака в исполнении Родины. Если бы сейчас передача прошла на 23-го номера на Азиза Газиева, то вполне себе, возможно, дубль бы и оформил этот нападающий. Но пока что Газиев отправляется только к угловому флажку для того, чтобы подать угловой. Ну или, возможно, разыграть его. Это мы узнаем совсем скоро. Много игроков в районе 11-ти метровой отметки. Газиев подает. Вот, отскок прилетает к 21-му номеру. Но опять правым флангом все развивается в атаке у команды Родина. Кожин. Кожин отдает налево. Пичугин. Хорошая передача. Пичугин. И до Кожина мяч достается. И будет ли удар? Нет. Кто ударит здесь? Гол! Ничего себе. Родина просто фантастику какую-то творит. Аннигилирует защиту команды Знамя. Труда от атаки к атаке. И уже третий мяч по истечении 33-х минут первого тайма забивает. Ну, в среднем 11 минут им требуется для взятия ворот. Смотрим еще раз эту атаку. Отличная передача от Пичугина. И Кожин здесь молодец. Не потерял мяч. Падать там не стал. Вот этих финтов ушами крутить тоже не отважился. И сделал отличную голевую передачу. Смотрите. Ну и кто Малания в конце должен был спасать он свою штрафную от прохода Кожина. Но не получилось у 32-летнего защитника на финальном уже рубеже остановить Кожина. И отправил он мяч в сторону Егора Сайгушева, который и забил третий для Родины на сегодня гол. Ну что ж, Знамя Труда 1, Родина 3. Вот это развитие. Не по сценарию, кто-то скажет. Может быть, болельщиков команды Знамя Труда. По сценарию должны были отыграться игроки Знамени, как после первого гола. Но вот, видите, жизнь лучший сценарий. Нужно сейчас игрокам в красно-белой форме, как мне кажется, немножко... Может быть, мяч подержать, немножко оправиться от двух оплеух от московского коллектива. Поконтролировать снаряд, да, в чужой зоне, как в хоккее. Может быть, немножко за синей линией противника. Показать, что мы тоже здесь не лыком шиты. И нарушение. Штрафной удар. Сейчас, может быть, желтую карточку за разговоры получит и даже не может быть. Я так понимаю, что Урхов, да, горчичник получает. А крупным планом нам показывают не Урхова. Крупным планом демонстрируют другого футболиста. Да, да, ну вот, Урхов, конечно же. Было сразу понятно, что получит он желтую карточку. В самом последнем матче этого сезона. Ну, арбитры совершенно справедливо не любят, когда с ними вот таким образом на повышенных тонах разговаривают. Тем более, что в 99,9% случаев это ни к чему не приводит. Эти разговоры. Ну, кроме как к желтой карточке, конечно. Азиз Газиев. Удар прямой следует от Газиева поворотом. Но, признаться честно, справа фланга поинтереснее у Газиева. Получалось лупить из-за штрафной. Да, здесь далековато было. Ну, и удар не получился ни точным, ни сильным. В этот раз хозяйской команде повезло. Ну, и что же, знамя труда. Самуэль справа. Поднимает голову Самуэль. И черпачок такой в сторону штрафной площади. Ну, здесь все абсолютно подконтрольно Максиму Швагереву. Кстати говоря, Швагерев самый опытный футболист в составе Родины. 28-летний. Голкипер. Ну, и, наверное, самый титулованный из этого состава. Обладает он Кубком и Суперкубком армянских чемпионатов. И как отлично передачу сейчас на Урхова как раз-таки вырезали партнеры. В защите отлично Родина справляется. Если бы этот подкат не прошел, возможно, было бы что-то интересное. Но без сослагательного наклонения мы, пожалуй, обойдемся. Все-таки это футбол. Он, как и история, таких вещей не терпит. Ну, и здесь справедливая абсолютная Шубину. Желтая карточка выписывается Егором Егоровым. А уже откровенно к эпизоду он не успевал. А, как мне показалось, мог бы Александр и избежать вот этого столкновения с Хориным. Но не стал он этого делать. Смотрим еще разочек. Ну да, зачем он это сделал? Мяч был в пяти метрах от Шубина. Абсолютно ненужный Александр, конечно, горчичник сейчас получает. Ну, наверное, можно его понять. Забил гол. Сначала обрадовался, а потом его команда еще два пропустила. Расстроился Александр. Так с досады дал он по ногам Хорину. Который сейчас, собственно, начал, можно сказать, эту атаку у подступов к штрафной площади. Справа Сайгушев. Сайгушев прострел. Не получается у него. Сохраняет мяч. Не дает ему уйти за боковую линию. Еще одна передача. Кожан впереди. До мяча не добирается. Слабоватая передача была там в Милане. Навел порядок к штрафной площади. Как будто прихрамывает сейчас немножко Диего. Диего, который получил, собственно, свое имя непосредственно от того самого Диего, от Диего Армандо Марадонны. Его отец Тенгиз Малания был большим фанатом аргентинца. Ну и решил назвать своего отца, своего сына, конечно же, прошу прощения, в честь Диего Марадонны. А у нас на крупных, крупным планом на наших экранах был Филипп Соколинский. Один из тренеров. Командер Родина М. Переживает он сейчас за своих парней, но, в общем-то, справляются очень и очень неплохо. Москвичи в этом матче практически ничего не дают сделать команде Знамя Труда. Причем у них в гостях, в Орехово-Зуево. Ну вот, неудачная атака сейчас у москвичей. И нужно как-то быстро, наверное, Знамени вылетать вперед. Вот на таких же крыльях, на которых праздновал забитый гол Егор... Не Егор Саигушев, прошу прощения. Давайте досмотрим за этой атакой. И разоружает обстановку у входа. Внутрь коробки 10 номер Урхав. Да, крылья нас нужно расправлять, как Иван Рупаков, конечно же. Сейчас в команде Знамя Труда. И крупным планом Луговкин. Выглядит напряженно Луговкин, но без отчаяния, как будто бы в глазах. Как будто все под контролем у Вячеслава. Ну, мы посмотрим. Во втором тайме, наверное, уже как структура игры команды Знамя изменится. Есть и кадровые проблемы у Орехово-Зуевцев. Харланов перебрал желтых карточек в предыдущей игре с ядром. Также дисквалифицирован за вторую желтую карточку. Сжимайтесь. Также сегодня он сыграть не сможет. Ну да, скажем так, есть некоторые, в том числе и кадровые проблемы, но они, как мне кажется, не критичны. Скамейка все равно у команды Знамя Труда шире даже, чем у москвичей. Агаев из-за боковой. Отлично! А вот удар совсем уж не получился у Владислава Лепехина. Как классно выбросил Агаев из-за боковой. Перед Лепехиным не было абсолютно никого. Ну и, наверное, Владислав чуточку поспешил догнать своих партнеров, которые забивали сегодня из-за штрафной площади. Низко Знамя Труда разыгрывает. Им нужно практически необходимо оголять свободные места, свободные пространства. Впереди у Родины. Но смотрите, как активно прессингует московский коллектив. И что же, добивается броса мяча из-за боковой линии. Да, в прессинге. Хороша столичная команда, ничего не скажешь. И в подкатах тоже стелется. Ой-ой-ой. Заброс сейчас. И прямиком на Кожина. Кожин, какой же техничный игрок. Нужно бить и забивать. И прямо во вратаря, прямо во Владислава Зернаева. Ну, катнуть бы в уголочек сейчас Кожину. И был бы гол красавец. Красавец. Очень уверенно себя чувствует в штрафной площади Матвей. И одно удовольствие смотреть за ним. И затем, как робко же по Матвею, по Кожину, конечно же, действуют. Защитники Знамени боятся лишний раз ногу даже ближе, чем на 5-10 сантиметров к нему подносить. И заброс тоже от Рупакова. Моё почтение. Не было ли здесь офсайда? Другой вопрос. Ну, Кожин, ну просто красавец. Убрал вправо Самуэль. Просто как стойку его обыграл. В противоход мяч катнул. Очень классно смотрится. Повторюсь, пожалуй, я. Матвей Кожин. В штрафной площади Знамени труда. Вот так закольцуем. Мы в рифму. А сейчас Сайгана. Нет. Сайгушев, прошу прощения. Сайганов. Это уже что-то вьетнамское. Почти как Сайгонов. И шикарный отбор. Отличный Арсений Хорин. Ну, слушайте, Родина пока что по всем компонентам. Да, есть так немножечко закрыть цифры на табло. И спросить, кто из коллективов. Такого рандомного зрителя, скажем так, да, кто из коллективов. Ведет, по вашему мнению. То, в принципе, я думаю, не сложно показать пальцем на парней. В салатовой форме еще один навесик такой небольшой. В штрафную прострелом сложно это назвать. И вот быстрый выход Знамени. Будет ли? Очень нужно хотя бы один мяч сейчас отквитать. Сократить отставание до минимума. Хозяйской команде из-за штрафной. Будет ли гол? Нет. Шубин удар прямо в руки Галкиперу приходится. Этот удар, прошу прощения, это не Шубин, конечно, это же Максим Костяев. Сегодня он фланговую позицию справа играет. Фланговую позицию занимает. Вот хотел как лучше здесь сделать Иванов. Ну, как будто бы нужно было самому здесь первому номеру бить. Нет, решил он покатить на Максима Костяева. Ну, и Костяев имел действительно хорошую позицию. Чего уж греха таить. Я бы даже сказал убойную. Можно было, мне кажется, даже и в ближний угол отправлять этот мяч Максиму Швагиреву. Но не состоялось. Ну что же, заключительная минута первого тайма. Вот-вот стартует, пролетел первый отрезок игры. Мы и заметить не успели как, да? Четыре забитых мяча. Классный. Да все, как мне кажется, голы классные, как на Батбор практически. Если брать последний гол Родины, то там, наверное, вся, назовем так, комбинация была. Из ряда вон просто-напросто. Какой хороший. Особенно по проходу. Матвея Кожина. Я думаю, никого. В равнодушных оставить не смог. Ну, разве что, кроме болельщиков из Орехова-Зуева. Их мы понять тоже можем. Ну, интересно, сколько Егор Егоров накинет к первому тайму. Мне кажется, больше минуты арбитр из Нижнего Новгорода не добавит. Остановок толком не было. Да, было четыре взятия ворот. Но при этом игроки грубо не играли. Две желтые карточки отхватили Шубин и Урхов. Ну, в общем-то, на этом все. И вот одна из заключительных атак первого тайма. И опять перевод направо. И опять голый фланг. Здесь 14-й номер. Рафтор забитого мяча. Иван Рапаков. Роняют Газиева, насколько я видел. И следует быстрый ответ от Знамени. Но вот эти забросы ни к чему не приводят команду Знамя. Покуда в центральном круге абсолютно никого и нет. И еще и к тому же нарушение на Лепехине по ногам ему досталось. Ну и да, как мы с вами и думали, Егор Егоров добавляет всего лишь одну минуту к первому тайму. Так, что же здесь было? Ну, два игрока шли друг в друга в подкат. В общем-то, здесь, как мне кажется, никто не виноват. Абсолютно игровая ситуация. Рапаков. Нет, все-таки, наверное, это Владислав Лепехин. Дважды я не угадал. А Лепехин даже еще с газона не успел, конечно же, подняться. После этого удара только встал и оправился от болезненных ощущений Владислав. Ну и угловой удар. На этом, как мне кажется, все события первого тайма и закончатся. Азиз Газеев. Четыре голевые передачи у него в этом сезоне. И Газеев идет на пятую. Нет, разряжает игру Ахильгав. Ну и свистит Егор Егоров. Призывает команды пойти в раздевалку, посидеть, отдохнуть и послушать наставления тренеров. Знамя труда 1. Родина М3. Смотрим увлекательнейший поединок. И будем надеяться, что в тайме втором будет только интереснее. Никуда не уходите. Ахильгав! 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 Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Илья Камышов за вторую желтую карточку отправился он на скамейку. Вернее, даже не на скамейку, а покинул пределы поля на 53-й минуте. Ну и команда «Родина М» все-таки поинтереснее завершает свой игровой отрезок. Ведет она со счетом 3-1 у команды «Знамя труда». И в центре поля готовится ввести мяч в игру Максим Пичугин. И именно это он и делает, и есть висток. Второй тайм начался. Кстати говоря, если еще немножко продолжить о главном арбитре сегодняшней встречи, Егор Егоров в этом сезоне во второй лиге обслуживал матч «Родины». Однако второй ее командой не «Родины М», а «Родины 2». И для представителя этой вертикали «Родины» матч сложился гораздо лучше. В плане результата нежели, чем тот поединок, который с участием «Знамени труда» обслуживал. Егор Егоров 1-0. «Родина 2». Обыграл команду «Строгино» под обслуживанием Егора Егорова. И состоялось это еще в октябре месяце. Смотрим, здесь Азиз Газиев получил по ногам. Ну, игрок техничный это и не мудрено. И сейчас с партнерами обсуждает, как же будет разыгран или пробит этот штрафный удар. Там и Сайгушев или Пехин дали дружеские наставления Азизу Газиеву. Ну и что же, на все фланги, на все ноги. Мастер Газиев убежал. Восьмой номер. И Газиев, это, наверное, все-таки был такой черпачок, да, наброс. Штрафную площадь, нежели чем удар, не похож все-таки было, что прям поворотом. Пулял Газиев. Игрок-то, в общем-то, достаточно умелый в этом плане. Мяч вверху. Подбирает его знамя труда. А у нас, тем временем, состоялись замены. В перерыве ушел у команды знамя труда номер 88-й Вадим Лазарев. Закончилась игра для него сегодня. Но, безусловно, нужно было какие-то вносить коррективы в игру. Особенно в защитной линии Владислава Луговкину. И именно этим он и занялся в эту 15-ти минутку. Ну и вместо Лазарева вышел Никита Строил. Под номером 17-й. Хорошо бежит в атаку Родина. 45-й номер. Что же будет делать? Отдает налево Пичугин мяч. И следует заброс. Как показалось изначально, заброс-то классный прямо на ход Егору Сайгушеву. Но тот, наверное, уже понимал, что, в общем-то, Владислав Зернаев все контролирует, собственно, и вратарской. Ну и не успевал. Филипп Соколинский на наших экранах. Я так понимаю, что Игорь Рябов. Главный тренер. Де-юре. Де-факто все-таки Соколинский. Видимо, его сейчас в пределах технической зоны. Абдурахман Ахильгов за боковой очень неудачно бросил. И как классно сейчас пытался пройти своего оппонента Матвей Кожин. Но так тактично. Нарушил правила сейчас 68-й номер. Что же арбитр сейчас покажет? Ну, надеюсь, не будет еще одного горчичника, потому что... Итак, двое. Футболистов знамени труда сейчас. На желтых карточках и расставаться с тем или иным игроком при таком счете, наверное, не самая хорошая идея подопечным Вячеслава Лугуткина. Пару слов о Кожине хочется сказать, коли он сегодня такой интересный и классный футбол показывает. Воспитание к московского «Динамо» Академии столичных «Белоголубых». И вот отплатил он им. Знаете, какой монетой? Забил. Первые полсезона Матвей Кожин провел в МФЛ. Потом перешел в «Родину М». И в матче «Родина М» забил команде «Динамо» в два победный гол своей команды. И вот так вот правило бывших, как обычно любят говорить комментаторы, сработало. Ну, действительно, такое правило очень и очень часто работает. Футболисты зачастую крайне мотивированы. Выходят на поле в поединках со своими предыдущими клубами по тем или иным причинам. А возможно просто стечение обстоятельств. Кто его знает, хорошо в центре поля знамя труда борется за мяч, который им нужно выцарапывать всеми правдами и неправдами. Самуэль отдает налево здесь Ахильгов. Ахильгов понял, что бесперспективен его проход далее. По обровке Самуэлю мяч назад вернул. Что же будет сейчас? Ахильгов, казалось бы, поздно стартовал, но нет, сыграл-то обалденно сейчас Ахильгов. И Болдырев тут уже возникает перед ним Газиев и нарушает Азиз правило. На Болдыреве будет штрафной удар. Еще раз момент. Классно отдал передачу 12 номер команды. Но здесь Болдырев тоже очень и очень неплохо прокидывал между ног Газиеву мяч. Но Газиев тоже вовремя сумел развернуться и продолжил преследование. Болдыревом, ну правда, без нарушения правил не обошлось. Важный штрафной удар для Знамени. Стандартное положение. Это всегда возможность забить гол. Какое бы положение и соотношение силы сторон на поле не происходило. Но вот тут два футболиста у мяча как раз-таки. Ахильгов и Болдырев. Насколько я понимаю, Болдырев навешивает и классно выпрыгивает. Кто же это? Это Милания, по-моему, да? Отсюда не разглядеть. Да, это капитан команды. Сейчас общается с ним. Игрок Родины. Это Алан Агаев. Мол, спрашивает, что ж вы, Диего, лучше бы рукой сыграли. Как в том самом финальном матче Аргентина-Англия. Но у нас Орехова-Зуева. У нас Знамя труда против Родины-М. Но не добрался, да, здесь. Диего-Милания до мяча. Еще раз смотрим. Ой, головой, похоже, попал он по футболисту Родины-М. Наверное, сейчас будет отчетливо видно. Да. Судя по всему, очень болезненно пришелся удар. Но, тем не менее, без нарушения правил показывает Егор Егоров. Разыгрывают Иванов на партнера. И навес следует только лишь после розыгрыша. Очень уверенно мяч в руки Максим Швагирев забирает. И сразу же отправляет в быстрейшую просто атаку своих подопечных. Лепехин Милане включил скорость и обогнал, несмотря на возраст, да, молодого футболиста Родины. Владислава Лепехина он опередил. Ну, тоже быстро так вернулся-то из чужой штрафной площади Милане. Такой бокс-то-бокс сейчас исполнил воспитанник футбольных школ Орехова-Зуева и московского Спартака. Кстати говоря, вот в момент перехода, в момент возвращения, наверное, в Знамя Труда в своем дебютном матче забил гол Милане. Единственный пока что в этом сезоне, начиная с апреля месяца. И гол его оказался победным. Разгромил Орехозуевский коллектив тогда на выезде. И Электрон из Великого Новгорода 0-3 и первый мяч забил он после возвращения в составе своей команды. И в том самом матче этот гол стал, в общем-то, победным. В общем-то, такой классный камбэк, классное возвращение Диего Милане на Родину. На свою и футбольную, и малую Родину. Ахильгов вновь из-за боковой линии. И хорошую передачу Ахильгов тогда отправил на Болдырево, когда Азиз Газиев нарушал на нем правила. Отоживилось. Немного подмосковная команда Родина начала достаточно прытко и бодро. Второй тайм, в общем-то, так же практически, как и провела тайм первый. Но вот последние 3-4 минуты знамя труда включилась, знамя труда проснулась. И толком мы не видим выходы на чужую половину поля у молодежки Родины. Единственное, сейчас забег был классный. Отличная контратака. Кстати, первый пас Максима Швагерева, я думаю, стоит отметить на левый фланг. Он снаряд отправлял. Ну и дальше будь кто-нибудь на острие атаки москвичей. И быстрее немножко, да, по-чуть просторопнее, нежели чем Владислав Лепехин. Вполне себе могло обернуться чем-то очень-очень неприятным для орехозуевского коллектива. Ну и прессинг включает Родина. Здесь нужно действовать надежно и аккуратно красно-белым. Мяч налево, да, как раз-таки, по-моему, Пичугин. И отдавал на Лепехина. И подбор, смотрите-ка, отлично играет сейчас коллектив из Москвы. И подкат сзади. Нет, точно в мяч, говорит Егор Егоров. И на газоне, насколько я понимаю, Арсений Хорин. Ему досталось по ногам. Нарушение только здесь свистит Егор Егоров. И смотрите, как Лепехин накинулся на футболиста знамени труда. И начинается потасовка. Ну, слушайте, вот здесь недалеко и первую красную карточку прямую в сезоне продемонстрировать Егору Егорову еще в сезоне 22-23. Такого мы от него не видели. Только лишь за вторую удалял арбитр из Нижнего Новгорода. Но здесь пока что сильного такого криминала мы не видим. Мелания на правах капитана. И на правах самого старшего футболиста. На газоне. Оттаскивает чужих от своих, своих от чужих. Дирижирует Егор Егоров. Я так понимаю, общается он сейчас со своими помощниками, дабы справедливые наказания вынести и тем, и другим. Потому что, я думаю, без желтых карточек такое, как минимум, не стоит оставлять. Да, подзывает сейчас футболистов к себе Егоров. Рядом руки разводят Самуэль. Мол спрашивает, как так. Ну и, безусловно, я думаю, мы сейчас увидим, с чего заварушка-то началась. Не понравилось, как мне кажется, игрокам Родины М, что ударили по ногам Арсения Хорина около чужой штрафной площади. А вот нарушение на игроке знамени в центре поля Егоров свистнуло. И именно, я думаю, после этого Родина небольшую потасовочку сейчас спровоцировало. Но это, опять же, то, что показалось мне в динамике. Что же было на самом деле, я думаю, лучше будет посмотреть на повторе. Но сейчас Егоров, да, ищет виноватых. Проводит небольшое совещание с помощниками. Своеобразное расследование. Дабы вынести справедливое наказание. Считают, да, считают сейчас. Как после боксерского поединка. Очки они футболистам. Кто по... Если нокаут не состоялось, да, то вычисляют. Сейчас арбитры. Кто же выиграл по очкам? Кто же наработал на карточку желтого цвета? А кто на красном? Ну, на красном, наверное, все-таки никто не наиграл сегодня. В этой потасовке. Но штуки 3-4, наверное, горчичников покажут сейчас Егоров. Да, и пошло объявление номеров. Смотрим, кто подтягивается. К главному рефери. Туда идет... Ахильгов, видим мы. Да, подходит Ахильгов. Болдырев подходит. Рядышком стоит еще и 98-й номер Костяев. Газиева отправили назад. Газиева отдыхать отправили. Но Лепехин 100% карточку получит. Мне кажется, это вот с него началась вся эта история. Лепехин и Пичугин. Ну вот, да, 4 совершенно справедливые желтые карточки сейчас, наверное, будет. Да, да, да. Ну вот, пожалуйста. Как по нотам разыграл Егор Егоров. Ну, браво. Браво. Не стал рубить сгоряча. Да, вот тот самый момент в атаке. Да, именно Самуэль сыграл в подкате против 88-го номера. Ну, а вот здесь уже то, что показалось неправомерным Егорову. Да, толчок последовал. А, нет, смотрите, Лепехин что-то сказал сейчас 23-му номеру команды «Знамя труда» Антону Битюжнову. И Битюжнов уже толкнул, в свою очередь, Лепехина. Ну да ладно, оставим это за скобками, дорогие друзья. Уж не будем разбираться и махать кулаками после драки. Арбитр вынес свое решение. Как обычно, в таких ситуациях наказывают обе стороны. И тех, кто конфликт провоцировал, ну и тех, кто отвечал. Да, око за око, зуб за зуб. Помним мы все совершенно прекрасно. Столичное дерби «Спартак» ЦСКА, где Александр Соболев показал некоторый жест. Такой жест, который любил показывать еще Диего. Не Милане и не Марадонна. Диего Симеоне, помним мы. Баловался он, скажем так, такими жестами. Ну и Роша ответил Соболеву тем же. Продемонстрировал тогда Роша для тех, кто не смотрел. Может быть и не в курсе. Да, продемонстрировал этот жест. Боковому арбитру, мол, показал ему. Смотри, что мне Соболев показывает. Ну если за Соболевым красную карточку и получил. Совершенно справедливо, кстати, хочу я вот лично от себя заметить, что такие, наверное, моменты... Все правильно. Карасев тогда судил, опытнейший наш арбитр. Как мне кажется, вполне себе правильно удалил и Рошу, и Соболеву. Нечего ябедничать в футбол. Мужской вид спорта. Если тебе кто-то, скажем так, продемонстрировал Бибу, то не надо на это обижаться. И не надо тем более апеллировать к арбитру и повторять жест. Все-таки все взрослые люди на футбольное поле выходят. Навес, угловой удар в исполнении знамени. Ну и неудачно добрался до мяча. Игрок красно-белой форме будет удар от подворот. Батюжнов. Антон Батюжнов крупным планом. 23-й номер. Отличный сезон тоже проводят. 7 забитых мячей. У Антона 2 голевые передачи. Воспитанник он ярославского футбола. Самый результативный сезон, кстати говоря, в карьере у Батюжнова. И смотрите, следует налево передача Болдырева. Ну как же неудачно пришлось Болдыреву отбегать к боковой линии. Разыгрывает он с 10-м номером. Но Роман Урхов немного сплоховал. С передачей. И что же, угловой удар будет. Казалось на секунду, что у Урхова снаряд с ноги сошел. Просто он его выкатил за лицевую линию. Но нет, дорогие друзья, угловой удар. Иванов его подает. Навешивает высоко Иванов. И ошибается на выходе сейчас. 66-й номер. Арбитр Максим Швагерев чуть было свою команду не подставил. Но арбитр сигнализировал здесь, я так понимаю, атаку на голкипера. И игру прервал. Но да, но все-таки на выходах, наверное, чуть-чуть поувереннее следует играть. Возможно, мешали Максиму в своей вратарской играть. Сейчас мы разберемся как раз-таки с этим эпизодом. Александр Иванов навешивает. Да, все верно, в вратарской. Забирая свои слова назад, в вратарской действовал Максим Швагерев. И там под него подставлялись игроки. Знамени труда. Это в своей вотчине, в своей вратарской голкипер неприкосновенен. У него голкиперский мандат имеется. На этом отрезке поля. Очередной раз из-за боковой бросает Ахиль Гав. Абдурахман находит партнера. Им был Иванов. Высокозащитная линия располагается у знамени. Но еще бы два мяча нужно отквитать подмосковной команде. Ну, красиво сейчас, безусловно, играет Ефим Колобов. Эффектно, но неэффективно. Потому что вперед продвигается знамя труда. Есть продолжение и слева, и справа. Доходит до Ахиль Гава. Мяч не свистит. Егоров и правильно делает. Ахиль Гава, ну что это за пируэт? Подарил мяч Абдурахман. Галкиперу Родины. Нужно вот такие моменты, как мне кажется, Орехозуевскому коллективу не транжирить, а выбивать из них максимум. Потому что раз за разом получается так, что мяч партнерам они просто дарят. И свистит здесь, я так понимаю, нарушение Егоров. Будет повтор. Повтор будет действие. Ну да, было нарушение, безусловно, но игра продолжилась. Ну и Абдурахман закрутил мяч. Да, в надежде, что кто-то будет набегать на вратарскую. Но достался он Швагиреву. Он, имеется в виду мяч, конечно же, без суда и следствия. Красиво Болдырев. За опорной ногой сейчас мяч прокатил. В надежде отдать точно пас партнеру. А вас страхует защита Родины. Ахильгов. Ну можно и в штрафную, наверное, бросить. Чего уж терять. Ахильгов такой интересный сейчас показал. Аут. Мелания прерывает сейчас попытку Родины прорваться по правому флангу. И возвращается назад. Ну и возвращается на исходную. Сторожить Пичугина. Который, в свою очередь, также сторожит момента. Ну вот Рыбаков, пожалуйста. С Филиппом Соколинским. Я так понимаю, обменялись сейчас. Может быть, шутейкой какой-нибудь. Оба представители команды молодежного состава Родины улыбались. Хорошо Самуэль сыграл. Увидел справа партнера. И идет вперед игрок Орехова-Зуева. Будет ли навес от Болдырева? Красиво. Пяткой любит вот так немножко попежонить Болдырев. И порой у него это получается. И добивание будет. Ну как же так? Не забивает сейчас с дами труда. Ну не в пустые, конечно же, ворота. Но с дестабилизированным галкипером. На высоте. Защитная линия московского коллектива. Пострахует сейчас своего вратаря. Страхует на добивание. И очень важный отрезок этого матча. Шубин. Отдает направо. Шубин. Следует навес. Кто выше всех? Абдурахман до мяча не добирается. Перед Ахильговым выносит снаряд защита Родины. Здесь Пичугин караулит. Будет ждать. Он партнеров. Молодец. Пичугин хорошо корпус поставил. Но в положении вне игры, конечно же, здесь Кожин. Рано выбежал Матвей. Ну и путем... Так, и желтая карточка. За что сейчас? Горчичник был продемонстрирован. Миланя его получил. Я так понимаю, за фол на Максиме Пичугине. Как раз таки классно действовал и корпусом Пичугин. Смотрим момент с атакой Орехово-Зуева. Классно здесь Шубин развернулся и бил поворотом. Ничего себе, конечно же. Растранжирили сейчас моменте. Корехово-Зуевцы. Да, ну а Миланя вот за этот фол, да, безусловно. На желтую карточку Горчичник получает. Ну, много уже футболистов. Знамени труда Горчичники получили. Маланя стал пятым представителем Орехово-Зуевых, кто с желтой карточкой сегодня на футбольном поле. Ну, половин полевых, ни много ни мало. Ну и готовится к выходу Субботин. Насколько я понимаю, Евгений Субботин под 26-м номером сейчас появится. Ну, вот можем так подумать, можем предположить, кого же Субботин заменит. Может быть, Костяева? Костяев, Урхов, Битюжнов. Почему-то вот эта тройка сейчас представляется возможными уходами на замену. Сложно на табло что-то разглядеть. 11-й номер поля покидает Александр Болдырев. Был активен Болдырев, я почему-то не решился подумать на Александра, но, тем не менее, уходит с поля Александр Болдырев. И вместо него Евгений Субботин под номером 26. Хорошо прерывают атаку красно-белые. Выбивают мяч из-под Максима Пичугина. Повторяют нам эту интереснейшую атаку на веса Хильгова. И добивание вот здесь видим от газона. Смотрим, да, я так понимаю, не было ли попадания в руку. Ну, так сходу, конечно, не разберешься. Судить, наверное, не будем. Оставим все на совести Егора Егорова. Ну, и Никита Строилов осуществлял этот удар по воротам, вышедший на замену. Мог бы Суперджокер себя показать Строилов. Но, возможно, чуточку позже. Может быть, не сейчас. Так, и видим мы... Капитан крупным планом нам показывали. Строилов попытался спасти. Мяч от ухода за лицевую, от удара от ворот. 70-я минута встречи. Всего лишь 20 минут остается играть. В этом поединке. Ахильгов не стал искушать судьбу. Здесь прытки Пичугин. Ну, и знамя труда. Да, 21-ю желтую карточку без учета сегодняшнего матча, насколько я понимаю, получила. И две красные. Ну, вот еще и пяточек добавьте желтых карточек. И уж точно они упрочат лидерство весной по этому показателю. Падение. Красиво пытался сохранить мяч для своих футболистов Родины. Но не получилось. Строилов опасный подкат такой был. Мог бы и по ногам кого-нибудь задеть. Но вовремя сгруппировался, сориентировался. Битюжнов отдает направо. Перспективная, как мне кажется, атака для знамени труда. Хорошая передача прямиком в штрафную. И подкат замечательный. Родина молодежная демонстрирует уверенную игру в обороне. Толком мало чего дает она сделать сейчас в команде из Орехова-Зуева. Битюжнов крупным планом. Вот так воспитанник Шинника был близок к тому, чтобы что-то интересное показать. Сейчас в чужой штрафной площади. Забивал он в предыдущем матче в команде Ядро из Санкт-Петербурга. Первый гол он забил. Урхов тогда оформил мяч победный. В меньшинстве отыгрывались футболисты знамени. Но и увезли три очка из Великого Новгорода, несмотря на численный перевес своих оппонентов. Ну и три матча назад «Электрону» он забивал еще. Битюжнов и Пономарев тогда отличились. Ну а вот авторы забитых мячей сегодня со стороны Родины, Газиев и Рыбаков, между прочим, в двух предыдущих играх забивали победные мячи. Ничего себе! Должен был сейчас забивать гол. Арсений Хорин, пусть и не победный, но не менее важный, но молодой. Арсений, 16-летний футболист, один из самых молодых сегодня на газоне. Уже имеет 2 плюс 1 Арсений в этом сезоне. Ну и мог бы третий гол забивать сейчас в 88-й номер. Еще раз смотрим. Ну и вот так вот в 16 лет, я думаю, более чем простительно играть во второй лиге. В свои 16-габаритный 88-й номер был близок к третьему голу в сезоне. Ну и отметим Егора Сайгышева, который отдавал классную передачу на своего партнера. Восьмой снабдил 88-го. Он уже был 888-й, судя по всему, для того, чтобы забить гол в этой атаке. Ну а если мы о Сайгушеве, так сказать, заговорили тоже об одном из авторов забитых сегодня мячей, то у него сегодня, у него в сезоне в этом 2 плюс 2, второй гол он забил в первом тайме. Побывал он, кстати говоря, во многих дублирующих командах. Это и во втором коллективе Тульского Арсенала, и во втором команде московского Спартака. И Самуэль что же сейчас делает? Чуть было не накликал пенальти на свою команду. Пятый номер. Знамя труда. Получит желтую карточку. Ну безусловно, если это был фолл, то здесь никаких оправданий. Самуэлю быть не может. А Самуэль получал ли желтую карточку за ту самую потасовку? По-моему, нет. Или кто, Малания получает? Нет, нет, ну нарушил-то Самуэль. У Малании есть желтая карточка, теперь есть еще и у Самуэля. Да, боже мой, просто шестой игрок получает горчичник. Ну и смотрим, классно. Кожин толкнул мяч на Газиева. Ну сзади, наверное, заехал по ногам в динамике. Очень сложно разобрать. Вряд ли Газиев просто спиной почувствовал Самуэля. И решил упасть. Причем до входа в штрафную площадь. Тогда падать бы ему надо было через пару метров. Ну что ж, Самуэль нарушил до штрафной. Повезло ему. Желтую карточку сейчас кто-то еще получит. Не совсем понятно кто. Филипп Соколинский. Главный тренер Родины молодежной. Не знаю, не знаю за какие заслуги получил он желтую карточку. Я думаю, что Егору Егорову и его помощники подсказали об эмоциональности. Филиппа Соколинского, наверное, согласно этого эпизода. Ну и меня оставил Егора Егорова без внимания. Кстати говоря, Маланья будет даже постарше главного арбитра встречи. Он сегодня, если не брать боковых рефери. Он самый старый. Самый возрастной, наверное, все-таки. Футболист и вообще представитель. Того или иного рода деятельности. Ну а Сайгушев, да, как уже сказал, во вторых командах побывал. В Арсенале и в Спартаке 2 и в Сочи 2. Ну и вот теперь вроде немолодежной смотрим. Штрафной удар выше перекладины. Отправляет снаряд. Я так понимаю, 14-й номер. Нет. Никоим образом. Это Азиз Газиев был. И замена. На поле у команды Родина появляется Константин Матвеев. Выступающий под номером 17. И заменит он молодого футболиста, которого мы только что вам представляли. Заменит он Арсения Хорина. Вот так вот показывает трусцу сейчас Хорина. Ну действительно, большущий молодец. С 2006 года рождения Арсений. А Арсений еще застал он тот самый 2007-й. Ну и вместо него Константин Матвеев. На поле вышел Константин Матвеев. Под номером 17. Вообще, логично, конечно, что у команды Родина с приставкой молодежная. Много молодежи в команде. Но еще хотелось бы посмотреть на Александра Евстратова под 90-м номером, который числится в заявке сегодня в основном составе. И на 27-го номера Артема Глотова. Счет, в общем-то, позволяет попробовать, может быть, заключительные 5 минут выпустить этих игроков от футболиста 2008 года рождения. Им пока еще по 15 лет. Ну, много интересной, много перспективной. Молодежи основная команда Родины М. Основная команда Родины, конечно же, без каких-либо приставок, как мы уже сказали, сыграла свой заключительный тур в первой лиге. Нулево ничьей с чемпионом первой лиги, с казанским Рубином. Рубин напрямую отправляется в РПЛ. А Родина сыграет. Стыковые матчи пока что еще не закончились. Матчи последнего тура российской премьер-лиги. Они играются, кстати говоря, параллельно нашему с вами матчу. Неизвестно с кем в стыковых поединках будет коллектив из Москвы. Но очень интересно, конечно же, будет посмотреть интересную вертикаль команд, горизонталь команд выстроили функционеры Родины. Ну и хочется пожелать, конечно, всего самого хорошего. Футбол это замечательно, замечательно, когда появляются коллективы. Очень хочется, чтобы это, знаете, было всерьез и надолго, как водится, чтобы не повторили судьбу небезызвестной футбольной команды. Москва очень симпатичная в свое время она была, любо-дорого было смотреть. Угловой удар в исполнении Родины М. Отбивается знамя на подборе Кожин. Дает он направо. Матвеев вот как раз-таки только-только вышедший, наверное, на одну из первых касаний. Матвеев сейчас продемонстрировал. Прессинговать нужно футболистам знамени и прессинговать до победного, до конца. У Субботина много сил прессингует он голкипера. Родины М. Тот, ну, ошибается, да, не критично, но, тем не менее, на ногу футболисту из Орехова Зуева. Смотрите, отправляет. Ну и что это такое? Попытался, попытался Малания сейчас перекинуть вратаря. На опыте хотел. На правах капитана навести красоту. Марафет на футбольном поле. Но слева-то подключение было. Ладно бы один. Малания выходил бы вперед. Но слева игрок же был. Ну, катнишь ты ему. Ну, эх, вот здесь, ну, прям, любо-дорого передачу было бы отдать кого из двоих защитников Родины М. Эх. Заключительная 10-минутка, дорогие друзья. Только-только началась. Счет, в общем-то, неизменен. С первого тайма не все. Если не все, то, наверное, многое расстреляли команды. В первой половине игры. Ну, мне кажется, что нет что-то еще мы с вами должны увидеть. Для нейтрального зрителя, безусловно, было бы интересно посмотреть на гол Тарихозуевского коллектива. Для того, чтобы интрига в поединке держалась до самых последних минут. Но если забьет Родина, то, я думаю, здесь уже ни для кого не будет секретом оба... Ни для кого не будет секрет исхода, да, этого матча, то он достанется московскому клубу. И три очка в столицу Родины М увезет. Костяев крупным планом. Лишились, кстати говоря, еще, да, после... Зимней паузы. Лишились футболисты знамени труда своего нападающего, Максима Коноплева. Он числится игроком основной Родины. Отправлялся в знамя труда поиграть в аренду. Четыре мяча забил. В общем-то, неплохую игру показывал. Но вот в зимнюю паузу не стал он оставаться в Орехово-Зуево. И уехал подальше. Уехал в Сибирь, в клуб Новосибирск. После окончания сезона должен вернуться в Родину. Ну, вот так вот тоже попылил по, скажем так, арену второй лиги. А возвращаешься в команду Российской премьер-лиги, если вдруг стыковый матч Родины пройдет. Будет очень интересно. Разряжает ситуацию в собственной штрафной на входе. Во вратарскую Абдурахман. Ахильгов. Угловой удар будет в исполнении гостей. И что же, еще одна замена. Готовится Пономаренко. Выйти на поле под седьмым номером. Ну, и кого же Пономаренко поменяет? Видимо, да, Иванов. Снимает крест, сдает дела и должность. И вместо него Никита Пономаренко. Победный гол Электрону. Четыре тура назад провел Пономаренко. Отыгрываться все время в победных матчах приходилось команде Знамя Труда. Вообще мало у Знамени домашних побед в этом сезоне. Их всего лишь две. Да. Только две победы в сезоне Знамя Труда на домашней арене в Орехово-Зуево. Одержала 2-1, повергли Электрон в мае месяце. И Торпеда 2. С таким же счетом 2-1 обыграли. Они в сентябре и, собственно, все. Дома больше не побеждали. Уходит Кожин. Матвей Кожин сегодня хороший, красивый, качественный футбол. Сумасшедший дриблинг штрафной. Показывал такой, что вообще ни в какой не могли с ним справиться футболисты защитной линии Знамени Труда. И уходит Матвей отдыхать на воспитанник Динамо. Забивший победный гол своей Академии в составе Родины. Ну и так, Знамя Труда. 6 минут всего лишь остается до окончания основного времени матча. Конечно, что-то докинет. Егор Егоров. Удар. Ну и точно в руки вообще не получается удар. Маланья старается постоянно подключаться к атакам своей команды. Но что-то у него не выходит вот от раза к разу. То ударить не получится, то мяч обработать. Вот эти полумоменты, полунедочеты такие, скажем. Все это складывается в одну большую копилку, из которой потом, в свою очередь, формируется счет на табло. И отличная передача 17-го номера. Страилов. Еще раз Страилов. Неудачная передача. Его здесь накрывали игроки Родины. Быстрая контратака. Будет ли? Возможно, будет. Матвей. Нет, уже не получится. Александр Бурков вышел на поле. Выступающий под девятым номером. Как раз-таки вместо Матвея Кожина. Кто ушел, мы сказали. А кто пришел. Доложить забыли. Ну и Родина М, если уж сказали про знамя. Родина М тоже не очень хорошо в этом сезоне выступала на домашней арене. На одну победу больше. Всего их три. Одна. Осенью. 7 октября над Электроном. 17 июня. Летом обыграли Ядро. И вторую команду Торпеда одолели весной. Вот так осенью, весной и летом. Раз за сезон обыгрывает дома Родина в этом сезоне своих оппонентов. Прямо скажем так дозировано балуют своих болельщиков. Футболисты молодежной команды на домашней арене. Тоже, чтобы лишний раз не избаловать. И отличная передача. Маланя поборется, поборется. Это он точно умеет и упустит на угловой. Ну, наверное, правильно. Сейчас можно уже даже, наверное, подумать о некотором Навале. Штрафную площадь молодежной Родины. Может, и подключить Владислава Зернаева ко всему этому искусству. Может, проигрывать 3-1 или 4-1, я думаю, большой разницы нет. Давайте посмотрим за угловым ударом. Ну и перейдем к приблизительному раскладу турнирной таблицы, который будет по окончанию сезона в группе 2 под группе ОМ, под группе Б. Вверху мяч. Нужно побороться, зацепиться за снаряд. Нужно игрокам Орехова Зуева. Нет, быстрый контратвет. Родина молодежная. Пичугин, мне кажется, вообще Пичугин не устает. Единственное, что передача не пришлась. Его прямо на ногу Азизу Газиеву. А если бы смог перевести грамотно, то вообще Люба дорого было бы смотреть. Ну и Егоров спешит что-то объяснить сейчас. Футболистом знамени свело у Самуэля ногу. Вряд ли он притворяется. Его команда проигрывает. Действительно, наверное, конец сезона. Самуэль тоже, как и все остальные, немного подустал. Пришел он из Велеса. В знамя труда в зимний перерыв отыграл полсезона. Ну, как полсезона. Десять игр и даже один гол забил. Ворота Динамо из Санкт-Петербурга за свою новую команду. Ну, а летом вроде как ждет возвращение Велес, который, насколько я понимаю, первую лигу покидает. Будет в следующем сезоне домодедовская команда выступать в золотом. В серебряной группе! Какой удар Маланья! Ну, что же ему так не везет-то сегодня? Диего, Диего! То головой в упор, то расстрелять не получится, то удар в мяч ноги сойдет, то еще что-то. Классный навес сейчас исполнял. 23-й номер. Антон Битюжнов просто выкроил передачу. Но нужно забивать в таких ситуациях. Просто нужно забивать. Вот забить тогда в пустые ворота Страилов, насколько я помню. Ну, в полупустые, скажем так. Неохраняемые голкипером. И сейчас Маланья. Ну, совсем другая история была бы. А так, последняя минута начинается второго тайма. Да и последняя минута вообще сезона 2022-2023 в группе 2Б второй футбольной лиги. Конечно же, сколько-то накинет сверху Егор Егоров. Но будет ли этого достаточно для того, чтобы отыграться с нами? Что-то мне подсказывает, что нет. Родина. Тоже Лепехин не форсирует события, скажем прямо. Решил в середине поля осуществить перевод мяча на другую сторону. И будет ли удар, а в сайт будет. Ну и удар последовал, правда, после свистка. Я так понимаю, от Газиева. И желтую карточку совершенно справедливо за удар после свистка. Получает Азиз. Если вообще Азиз ее получает. Так-то мне показалось, что плюс-минус в момент свистка Газиев ударил. Что-то можно было и не наказывать, наверное, футболиста. Но Егор Егоров принципиален. А нет, не принципиален. Никита Строилов желтую карточку получает. Пока что неизвестно, сколько Егоров добавил к второму тайму. Классно прорывается. Вперед Евгеньев. Евгений Суботин, конечно же. Евгений Суботин. Прошу прощения. Романом Евгеньевым почему-то я захотел его назвать. Ну, собственно, вот. Да, как и заказывали, как и говорили. Три минуты всего, к сожалению, Егор Егоров добавляет к этому матчу. Ну, и два молодых футболиста. Не доводилось мне буквально третьего дня в среду комментировать матчи с дублерами Динамо на Кубок Москвы. Классные перспективные игроки. И Артем Глотов под 27 номером. И Александр Евстратов под номером 90. Ну, вот немного у них будет времени, прямо скажем. Но так пощупать взрослый профессиональный футбол им дает Филипп Соколинский. И это очень правильно, как мне кажется. Уходит Максим Пичугин. Классный футбол Максим показал. Кормил передачами сегодня своих партнеров. Первый. Глеву передачу на первый гол отдавал. Да и вообще провел, как мне кажется, очень и очень хороший матч. Вот трусцой тоже. Пичугин. Поле покидает. И Артем Глотов. Вместо кого Глотов появится. Ну, номинально Глотов. Вместо Пичугина. Ну, уходит Ропаков. Тоже молодец. Гол забил. Полетал сегодня Ропаков. Ну, в общем-то, может быть с собой он доволен. Ну, если Родина побеждает, а Родина, скорее всего, побеждает. Да, накинет еще минутку-полторы, я думаю, Егоров. Вполне возможно. К этому матчу долго замену делала молодежка Родины. Знамя Труда опускается на восьмое место. Из 10-21 очков у команды из Орехова-Зуева. Москвичи же занимают седьмую строчку. Ну, по большому счету, местами меняются сейчас команды. Знамя было на седьмом, Родина на восьмом. Ну, теперь после этой победы Родины все наоборот. И в случае, если Тверь все-таки получит лицензирование в этом сезоне на сезон грядущий, то Знамя Труда замыкает. Ну, или открывает, как хотите, тройку команд, которые покидают профессиональный футбол. В общем, остальная борьба продолжится, скажем так, в кабинетах, на бумаге, в поле бюрократии. Свой матч Знамя Труда заключительный в этом сезоне проигрывает. Родина добивается, Родина молодежная добивается победы. Это весной для них четвертая победа. Хороший результат подопечный Филиппа Соколинского демонстрирует. Ну, и Егор Егоров дает финальный свисток. Классный футбол, на самом деле, мы с вами сегодня посмотрели. Дорогие друзья, в преддверии большой паузы десятый тур оканчивается победой московской молодежки команды Родина со счетом 3-1. Все мячи были забиты в первом тайме, скажем так, немножко грубовато. Во втором нам с вами достался шиш, но, тем не менее, под его видом присутствовала интрига. Надеялись мы, как сторонние наблюдатели, увидеть гол Знамени для того, чтобы самая интрига ощутилась как можно ярче. Но вот таким нам запомнился сезон 2022-2023 второй футбольной лиги. И через некоторое время, через несколько месяцев, ну, наверное, даже через полтора-два, мы с вами снова услышимся, снова увидим потрясающий футбол второй и не только лиги. Ну, а с вами был Антон Крылов. Я не прощаюсь, но говорю до свидания. Ты ищешь новый бусин? А я знаю, что тебе нужны сороконуски. А я знаю, что тебе нужны сороконуски. А я знаю, что тебе нужны сороконуски. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok